Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать как связать вот такие слитки вот с таким узором. Узор я брала в интернете в свободном доступе. Вот эти части, завитушки, я рисовала схемы и применила вот сюда. Значит, я вам дам все схемы, которыми я пользовалась. Пожалуйста, берите, делайте скриншоты, перерисовывайте, пользуйтесь. Ну, обвязку я делала, как в предыдущем видео, в предыдущих тапочках точно также. Еще раз покажу, как вязать жаккардом без протяжек. И расскажу для тех, кто совсем не хочет научиться вязать жаккардом, расскажу, чем можно еще украсить эти цветки. Если у вас не будет рисунка, просто вы свяжете одним цветом полностью и чем можно украсить. Легко и доступно. Вязать я буду из пряжи. Детская новинка. Производство пехорка. Это стопроцентный высокообъемный акрил. 50 граммов 200 метров. Вязать буду крючком тунисским 3,5 миллиметра. Для начала набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одну петлю пропускаем, в следующую вывязываем еще петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, из 6 петель получили 5 тунисских столбиков. Закрываем. Одну петлю провязываем, теперь по две петли. Второй ряд. Одну петлю вывязываем из первого столбика. Вторую петлю насквозь проходим из второго столбика. И еще одну петлю из столбика. То есть мы добавили две петли. Дальше. Это у нас центральная. И два столбика осталось. Значит, отсюда мы проходим насквозь. Одна. За тунисский столбик еще одна. Теперь за полупетлю еще одна. И за всю петлю еще одна. То есть мы добавили с вами 4 петли. Считаем. Один. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь добавляем только одну петлю с этой стороны с правой. И одну петлю с левой. Вот этот столбик теряется. Вот обратите на него внимание. Так, это уже 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. За полупетлю 10. И за полную петлю 11. И точно так же закрываем. Сначала одну петлю. Потом по две. Сейчас я вам еще один ряд покажу. И закрываем до конца ряда. Так. В следующем ряду опять добавляем две петли с одной стороны и две петли с другой. То есть за полупетлю добавили. Теперь вот он столбик. Прямо насквозь. Еще одну вытягиваем. И за ножку тунисского столбика. Дальше провязываем все столбики. И вот у нас осталось два. Вот предпоследний. И вот здесь последний. Сюда мы входим прям насквозь. Затем вытягиваем петлю из подножки. Затем вот за полупетлю. И теперь за всю петлю. И точно так же закрываем. Закрываем до конца ряда. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду мы добавляем один столбик с одной стороны и один столбик с другой стороны. За полупетлю. Раз. И видите, этот прячется столбик. Вот его не теряйте. Так. Довяжем до конца. И в конце вам еще раз покажу. Вот довязываю я пятый ряд до конца. За полупетлю. И за всю петлю. То есть добавили тоже одну петлю. И опять закрываем. И так до конца ряда. То есть сначала у нас было пять тунисских столбиков. Три, четыре, пять. В следующем ряду мы добавили во втором ряду два тунисских столбика. То есть вот над этим крайним провязали два. То есть один добавили. И над этим провязали тоже два. В конце ряда тоже два. И здесь два. А здесь у нас один по центру так и остался. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит во втором ряду у нас девять тунисских столбиков. В первом было пять. В следующем ряду мы добавляем только один тунисский столбик. Дальше мы по одному вяжем. В конце ряда два. Значит в третьем ряду у нас получается одиннадцать тунисских столбиков. В следующем ряду вы прибавите два с одной стороны и два с другой стороны. И у вас будет 15 тунисских столбиков. И вот так идем на расширение. Вот в принципе и все. Весь расчет. Дальше вы вяжете самостоятельно. И вот по моим расчетам узор нужно начинать. Вот именно тот узор, который я буду вязать с седьмого ряда. Узор я буду вязать вот по этой схеме. Но это у меня будет боковая часть. И там боковая. А центр я немножко переделала. Отделку пустила ту же, что и раньше. Вот я перерисовала, переделала схему. Можно Вот эти зигзаги, вот эти элементы Расположить вот таким образом. То есть у них хвосты Будут в разные стороны. А сюда вот можно Вот какие-нибудь камушки перешить. И с утажом обшить. Сюда И сюда. Будет в центре. Значит Можно эти же узоры повернуть в обратную сторону. Соединить. И здесь Получится как медальон Вот сюда Прикрепить. Ну вот здесь я немножко Позакругленнее Нарисовала такие. Вот знаете, пошире. Более скругленные. А здесь более у меня вытянутые. Вот сюда. Это Значит, что мы делаем. Вы можете Вот с экрана. Вот сейчас Вы смотрите видео. Сделать скриншот Моей схемы. Что такое скриншот? Это снимок экрана Это снимок экрана Изображение. Которое вы в данный момент Видите. То есть Вы можете Сделать скриншот Для себя Вот этого узора. Можете сделать скриншот Сделать скриншот Этого узора. По которому я буду вязать. Либо скриншот Вот такого. Центрального узора. Как сделать скриншот Вы можете найти На ютюбе Либо в любом поисковике. Так. Вот один. Вот второй. Либо вот такой возьмите. Вот боковая часть. Тоже делайте скриншот. Боковая часть на 29 Тунисских столбиков. Обвязку. То есть Цепь кулона. Вот Я брала с этой схемы. Она тоже есть в интернете. С одной стороны. И с другой. Итак. Связала я шесть рядов. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И теперь мы должны начать вязать узор. Если кто вяжет, со мной вот этот узор. Так. Здесь у меня в шестом ряду 21 тунисский столбик. Значит считаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восьмь. Девять. Десять. Вот. В одиннадцатый столбик. Поставим маркер. б Pit. Одинка. Шесть. Медистор. Ну и теперь мы будем с вами вязать узор. Вот. Кто хочет, значит вязать узор со мной этот. Кому не нравится, если хотите, берите нижний узор. Дело ваше. Но лучше всего начинать с седьмого ряда. Значит в седьмом ряду я должна добавить одну петлю. Добавила. Вот этот столбик, он уходит. Вы его не теряйте. Теперь смотрим. Вот у нас центральная петля. Мы отметили маркером. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестую петлю мы должны провязать другим цветом. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще одну провязываем. Теперь берем другой цвет. Значит основной укладываем на указательный палец. Вот так. А дополнительный на средний и внутрь. Хвост держим. И провязываем снизу. Один раз. Теперь сверху. Второй раз. И опять снизу. Третий раз. И подтягиваем. Смотрите. Либо пальцем указательным обе нитки. Либо можно как дополнительную подтянуть. Средним. А основную указательным. Три. Затем у нас идут основного цвета семь петель. Вот когда разного цвета петли рядом. Тут даже можно не перекручивать. Сразу берем 1. А дальше крутим. 2. Теперь снизу. Три. Центральный. Четыре. Видите, нитки уже перекрутились. Уже мы знаем откуда брать. Снизу. 5. Значит следующая пойдет сверху. 6. И следующая снизу. 7. Далее три желтым. Поскольку идет другой цвет. Можно сразу брать другой цвет. А вот теперь крутим. Удобнее снизу взять. А теперь конечно сверху. Теперь можно бросить дополнительную. И вязать этим 1, 2, 3. И нам нужно одну петлю добавить. 4. 5. Теперь закрываем. Одна петля. Теперь по дверь вместе. Теперь смотрите. Линейку вы должны ложить не снизу, а сверху. Чтобы знать, откуда у вас начнется следующий ряд. Куда вам тянуть нить дополнительного цвета. Видите, у нас она ушла в сторону правее. И вот смотрите, что делаем. Значит опять укладываем. Точно так же. На указательный и на средний. Так. Мы должны провязать этот столбик. Закрыть. Если мы так возьмем, нитки не перекрутятся. Значит их надо перекрутить. Перекрутили. Раз. Теперь видно, что нитки уже перекручены. Два. Теперь снизу. Три. Теперь можно эту сразу брать. Четыре. И желтую нам нужно туда тянуть. Значит мы должны опять крутить нитки. Снизу и сверху. Снизу и сверху. Снизу и сверху. А дальше опять надо крутить. И нам нужно, чтобы желтый цвет встал вот здесь. Видите? Туда сдвинут. Значит мы вяжем зеленым раз. И еще раз. И вот теперь желтый цвет встает именно там, где положено. Все. Кто не может, бросайте дополнительный цвет и закрывайте. Следующий ряд. Мы должны добавить две петли. Вот. Одну добавим. Из следующего сразу прям насквозь в центр. Еще одну. И одну прорезываем. То есть из двух петель у нас четыре. Этот. И этот. И опять основной цвет укладываем на указательный палец. Дополнительный на средний. И вот нитки уже перекрутились. Видите? Уже они скрещены. И вот сюда мы должны желтый провязать. Раз. Теперь сверху два. Теперь сразу один зеленый. Три. Два желтых. Раз. И снизу два. В принципе ничего сложного нет. Друзья, товарищи, господа. Чтобы научиться вязать жаккард, нужно иметь крючок и пряжу. И дальше только тренировка. Вы вот вспомните школу свою. Вы как учились писать? Вы брали ручку, карандаш и писали палочки, галочки. Вы тренировались. Тренируйтесь. Иного выхода, чтобы вас научить вязать жаккард, я не вижу. Так. Ну что ж. Вот довязала я этот узор полностью весь. С левой стороны провязала три ряда этого узора. С правой тоже. Теперь что мы делаем? Эту схему мы уберем. И поставим вот эту. Я по этой схеме уже вязала предыдущие тапочки. Так. Значит, теперь мы с вами вяжем. Вот три ряда мы провязали. Вот они. Это у нас правая сторона. Узор так расположен. Сейчас мы с вами будем вязать четвёртый ряд. Вот этот. Значит, вот три петли я провязала. Что ещё вам хотела бы показать? Основная нитка, основной цвет, у нас должен быть на указательном, а дополнительная на среднем. Как быстро их поменять местами. Снизу между ниток вводим средний палец и поворачиваем. И нитки у нас расположились так, как нам нужно. То есть, средний палец между ниток и перекручиваем. Две красные вяжем. Раз. Снизу. Два. Пять зелёных. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Одна красная. Так. Этот узор мы связали. Бросаем красную. И вяжем зелёный. Так. Вот тут. Значит так. Три петли. Центральные мы оставляем. Три столбика. Затем у нас пойдёт кромочная. По правой стороне. Вот это будет кромочная. Вот она. А дальше пойдёт обвязка. Значит, три оставляем. Эта кромочная. И вот эта жёлтая будет. Ещё две петли провязать. Так. Теперь опять снизу средний палец и перекрутили. Провязываем жёлтую. Это у нас вот эта петля. Ещё раз показываю. Вот здесь зелёная. Это у нас будет кромочная петля. И вот эти три провяжем зелёным цветом. Три. Опять. Теперь уже с левой стороны. Это будет кромочная. И одна жёлтая. Вот. Чтоб не ошибиться в последнем ряду, давайте мы перевернём узор. Так. Четвёртый ряд. Раз. Два. Три. Вот он четвёртый ряд. Значит, жёлтый отставляем. Вяжем зелёный. Раз. Два. Три. Четвёртый ряд. Раз. Два. Три. Четвёртый ряд. Раз. Два. Три. Четвёртый ряд. Одна. Петля красная. Пять зелёных. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Две красных. Один. Снизу. Два. И три зелёных остаётся у нас. Раз. Два. Три. Закрываем. Раз. Два. Три. Три. Красных. Закрываем. И так ряда вяжем до конца. Дальше что делаем? Вот эти три центральных столбика отмечаем маркером. Схему переворачиваем. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Одна. Три. Четыре. Вот он наш ряд, который мы вяжем. С правой стороны. Вот теперь этот ряд. И мы теперь будем вязать вот только правую часть. Вот это жёлтая. Следующая будет жёлтая. Вот это. И вот эта петля будет кромочная. Вот здесь. Всё. Теперь вот так вот вяжем правую сторону. Ну вот. Довязала я одну сторону. Правую. И теперь буду вязать левую сторону. Узор перевернула. То есть в обратную сторону. Так. Эти три столбика мы оставляем. Остановились мы вот над этим. Так. Сюда прикрепили нить. И узор вяжу вот отсюда. С этой стороны. То есть это кромочная. Вот здесь у меня пойдёт кромка. Дальше пойдёт с жёлтым цветом. Дальше пойдёт с жёлтым цветом. Всё. И теперь вяжу пятый ряд. И дальше вяжем опять узор. Вот раппорт вот здесь заканчивает. Ну вот. Закончила я вязать верх слитка. Вот такой он у меня получился. Камень. Теперь нужно украсить. Значит. Значит. Вот. У меня типа на цепи медальон висит. И вот сюда нужно что-то повесить. Искала я такой формы камень. По цвету. Вот такой. Не нашла. Этот мне не понравился. Не подходит. Решила я вот такой квадратный. Решила я вот такой взять квадратный. Сейчас покажу как я буду обшивать. Кстати. Хочу заметить. Смотрите. Есть под серебро сутаж. Есть сутаж. Вот такой очень тонкий. Разных цветов. Это надо только искать. Вот. Есть под золото. Есть вот вишневый. Ну. Сюда он тонкий будет. Мне не понравилось. Значит. Я буду обшивать. Вот. Под цвет как раз у меня оформление. Вот. Прикрепила я его иголками. Чтобы было удобнее показывать. Значит. Конец шнура ввожу внутрь. Обхожу. Обхожу. Обшиваю. Вот здесь сделаю петлю. Вот здесь. Вот. Две петли. То есть вверху и внизу. Ну. Маленькие. И тоже ухожу внутрь. Что хотелось бы сказать еще по поводу следков. Не только этого. Но других. Допустим. Кто-то не умеет или не любит вязать жаккардом. Хотя надо научиться. Вот. Свяжите вы полностью вверх. Одним цветом. Ну. Допустим. Вот зеленым. Полностью весь. Вот. Продаются такие. Фетровые наклейки. Вот. Они разных цветов есть. Можно вот украсить здесь. Допустим. И пришить мононитью. Мононитью. Это один вариант. Вот. Есть такие термонаклейки. Вот. Клеевая основа. Значит. Такие с завитушками они продаются в паре. Вот. Можно их расположить вот так. Допустим. Пришить мононитью. Обязательно. Потому что когда будете стирать они могут отскочить. Один с одной стороны. Другой допустим с другой. Вот так. Или наоборот. Вот таким образом можно. И сюда что-то в центр придумать. Есть наклейки вот такие. Они тоже в паре. Здесь у меня еще одна есть. Надо ее доложить. Вот такую можно тоже наклеить и мононитью зафиксировать. Теперь кстати по поводу этих наклеек. Ими можно украсить. Не только следки. Можно на головные уборы. На одежду. Допустим. Вот. У вас блузка старая есть. Она вам нравится. Но уже поднадоедает. Вот. Можно купить аппликацию. И где-то что-то украсить. Можно фабричную одежду. Допустим. Вот вы. Так. Примерно. Так. Нарисую. И вот тут у вас карман. Допустим. Вот карманы. Вот на карманы сюда. Можно наклейки сделать. Тоже пришить мононитью. В общем. У этих красавиц безграничная возможность. Есть еще вот такой материал. Который называется фоамиран. Это пенистый материал. Называют его еще пластичная замша. Или вспененная резина. Ревлюр. Для рукоделия. Вот. Можно из него тоже трафарет какой-то взять в интернете. Вырезать что-то. И тоже мононитью пришить. Так что фантазируйте. Украшайте. На свой вкус. Вот даю вам схему основного узора. Можете сделать скриншот экрана. Вот этот узор. Можете делать скриншот этого узора. Этот узор. Вот он. Ну а если захотите. Можете вот такое связать. Только как я говорила. Здесь можно пропустить не два тунисских столбика. А один. А можно сделать скриншот вот такого узора. Ну вот и закончила я вязать. Очередные слитки. Связаны они на тридцать седьмой размер. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.